Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о жизни в Австралии. Сегодня мы поговорим с Вадимом. Вадим уже много лет живёт в Австралии. Живёт он в городе Брисбен. Это другой штат, штат Куинсленд. Заодно сегодня и узнаем, чем отличаются штаты, чем отличаются города. И вообще расспросим его о том, как он сюда переехал, нравится ли ему здесь, нашёл работу быстро, не быстро, какие были сложности. Ну, в общем, всё это в сегодняшнем видео. Так что, если вам интересно, оставайтесь, смотрите видео до конца. Привет, Вадим! Рада, что ты согласился пообщаться. Думаю, моим подписчикам будет очень интересно услышать твою историю переезда. Я недавно начала вести плейлист, в котором рассказываю про историю переезда. Просто думаю, это всегда интересно. Тогда первый вопрос к тебе. Ну, понятно, ты живёшь в Австралии. Как долго ты живёшь в Австралии? И почему вообще решил переехать из России? И почему именно Австралия? Значит, переехал я ещё в далёком 2005 году. То есть, получается, мне здесь 15 лет. Почему Австралию? Ну, выбор, на самом деле, был небольшой. На тот момент из-за англоговорящих стран, ну, это Америка, Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Америка отпадала из-за лотереи. Понятного, получится, не получится Англия. Из-за климата отпадал. Но в Новой Зеландии тогда было приехать без приглашения работодателя практически невозможно. Оставалось только Канада или Австралия. Ну, вот мне почему-то всегда Австралия больше импонировала по климату или потому, что она находится где-то совершенно далеко. Но вот Австралия для меня была чем-то таким удивительным. Именно поэтому я выбрала Австралию. Понятно. Ну, вот мне тоже кажется, что, когда я думаю, например, многие люди, мне кажется, выбирают между Канадой и Австралией. Это вообще такое вот самое популярное. Мне кажется, тут у Австралии есть такое большое преимущество. Это всё-таки климат. Потому что в Австралии всегда тепло. Ну, по-разному, по-разному. Ты уже в Сиднее прожила зиму, уже знаешь, какие бывают зиму. Хотя в зависимости от того, где ты живёшь в Сиднее и какой у тебя дом. Но вот, смотри, по своим личным наблюдениям я понял так, что в Австралию больше переезжают какие-то мечтатели, альтруисты, у кого-то где-то голова в облаках. Вот те едут в Австралию. Более практичные люди, более предприимчивые люди, они всё-таки выбирают Канаду. Там и рынок побольше, там и Америка под рукой, там и развернуться побольше, и диаспора там больше. Ну, вот такое вот моё личное впечатление. Интересно, да. Как раз у меня предыдущее интервью было с девушкой из Канады тоже. Так, хорошо, понятно. По какой визе тогда ты переехал? Я понимаю, что это было уже 15 лет назад, и, возможно, уже, наверное, как бы визовые правила, наверное, изменились. Но, тем не менее, по какой визе ты переехал, и как долго пришлось её ждать? Так, ну, смотри, правило изменилось только название визы, номер, а сам принцип остался тот же самый. Это профессиональная иммиграция. Значит, это сейчас аналог 189-й визы, который даёт сразу уже ПМЖ и с возможностью проживания в любой части Австралии. Вот, ну, а сам иммиграционный процесс, вот, по бумагам занял тогда, мне, наверное, года два с половиной почти. Это включая подготовку КАЛС, включая подтверждение квалификации, значит, заполнение документов. Потому что на тот момент всё это было в бумажной форме через почту. Мне единственный ответ только прислали, когда мы визу проопровали, прислали имейлом. А так всё вот через 10 лет отправляли. Так что да, а так начал готовиться я, наверное, лет почти до 5, до периода. В конце 2000-х как раз английским начал заниматься, начал больше изучать, как, где, чего, рынок, труда, недвижимость, где жить, где потом работать. Ну, а потом всё потихоньку потянуть. То есть процесс вот этот, он довольно-таки небыстрый, да и сейчас он тоже небыстрый. Единственное, что сейчас немного, как бы, ужесточили правила, потому что больше, как бы, надо набрать баллов, чтобы переехать. И знание английского должно быть выше, чем на тот момент. На тот момент достаточно было пятёрок, и за шестёрки уже давали дополнительные баллы. Сейчас минимум шесть, за семёрки должно. Согласись, что 15 лет назад уровень владения английским языком в России, вообще, на посоветском пространстве, был в среднем гораздо ниже. И тогда получить те же шестёрки или пятёрки было вообще, что-то вообще из ряда вон выходящее. Довольно-таки тяжело было. Вот. Ну, а в принципе, всё то же самое осталось. Всё то же самое осталось. Один уточняющий вопрос по поводу сроков. Я чуток запуталась. Два с половиной года ты готовился, или вот сколько прошло времени с момента ты подал заявку, и ты получил подтверждение, что тебе дают визу? Вот как долго это заняло? Нет, ну смотри, вот в моём случае, значит, первое, что я делаю, это подтверждение квалификации. После того, как я собрал все необходимые документы, я отправился сюда, в Австралию. Максимум рассмотрения документов было шесть месяцев, рассматривали они пять с половиной. То есть обычно так всё делается. Вот. Значит, потом мне прислали ответ. С готовым ответом я начал, значит, подтягивать хвосты по IELTS. Всё, ушло у меня, наверное, около полугода до сдачи первого IELTS. Первый IELTS я завалил, причём спикинг у меня был на семь или семь с половиной сразу, на моё удивление. Вау. А вот райтинг у меня был на четыре с половиной, что-то я там хляк с ним сажал. В общем, потом ещё прошло три месяца, чтобы переподготовиться, ездил на курсы специально в британский конкурс, чтобы вот к именно каусу подготовиться. Вот. Ну а потом, когда у меня уже был готовый IELTS, я уже собрал себе документы, отправил, и там процесс тоже был чуть более чем шесть месяцев. То есть всего прислуживания как раз так вот два года и вышло. Угу, понятно. Тогда следующий вопрос будет касаемо языка. Вот как бы IELTS, да, то есть у тебя всё-таки, ну, был такой неплохой разговорный, видимо, но... Я сам удивился, что он оказался неплохой. Ну, потому что мне кажется, что вот ещё тест, он всё-таки, не нужно забывать, что тест, он всегда ещё зависит как бы вот от подготовки. Если ты правильно понимаешь, как вот вести себя, как сдавать экзамен, это тоже помогает. Ну, тогда следующий вопрос, который, я думаю, многих тоже волнует. Вот когда ты переехал сюда, как вот твоего уровня языка, тебе было достаточно или тебе было сложновато? Даже не то, что сложновато, было очень сложно. Очень было сложно, когда приезжаешь, сразу не понимаешь, где разделять эти слова, потому что австралийцы говорят бегло, быстро, сленг ещё употребляют. Это ещё мне повезло, я в Сиднея приехал. Если сразу приехал куда-то, допустим, в Куинсланд, где язык ещё более такой австралийский, было бы вообще просто жуть какая-то. На мой взгляд, мне потребовалось, наверное, около полугода, чтобы примерно так понимать, и уже начинать так бы встраиваться в разговор. А так, поначалу сидел, но реально ничего не понимал, где разделять эти слова, что они вообще имеют в виду. Сложно, очень сложно, правда. Хорошо, а тогда следующий вопрос. Как быстро ты нашёл работу здесь, после того, как ты переехал? Ой, а мне вообще повезло. Смотри, когда ещё перед отлётом, когда я уже забронировал билет, когда я знал точно дату прилёта, я начал уже ссылать резюме, ещё будучи в России. И получилось так, что я пролетел, и у знакомых, который остановился, им за два дня до моего прилёта уже пришло письмо, приглашающий меня на интервью. То есть меня ещё не было, а на интервью меня уже пригласили. Это здорово. Значит, прилетел я в субботу, а в понедельник я пошёл на первое интервью, и вот перед интервью меня буквально, как знаешь, молнией пробило, что оно сейчас будет, во-первых, на английском, что мне надо будет всё это как-то на английском всё это объяснять. Как-то, ну, кое-как интервью нормально прошло, но из-за того, что сам директор потом уезжал в какую-то комендировку, у него там месяца не было, а в Австралии всё это делается очень долго. На мой взгляд, вот тогда оказалось, что это, меня, наверное, не берут, поэтому я на другую работу устроился, а потом вернулся, говорю, ну, всё, мы тебя берём. Говорю, ну, извините, я уже как две недели работаю на другом предприятии. А вот так, вообще, в Австралии это в порядке вещей. Они могут рассматривать человека кандидатуру на какую-то должность, там, месяц, два, три месяца. То есть процесс может идти очень долго. Говорит, никак, в России сегодня пришёл, но завтра выходи. Вот. И, значит, да, вот мне с работы повезло, фактически через три недели я уже начал работать. Да, это здорово. Ну, ты вёл так проактивную такую позицию, занял. Мне кажется, это очень классно, то, что ты начал искать работу, будучи в России. Ты сказал, что пришло письмо. То есть в то время даже не было электронных приложений, где можно подать заявку, получить ответ, приглашение на работу. Знаешь, вот так, вот пытаюсь вспомнить. Ну, были, был, конечно, интернет, был уже СИК, также были другие площадки. Сейчас, практически, один только СИК остался. СИК.com.au. Вот. Но вот первую мою работу, которая официально устроилась, я вообще устроился, я факс подавал туда. У них не было имейла, они говорят, если вам интересно, то отсылайте факс. Я помню, что у нас отослал факс, и позвонили по телефону, и пригласили уже на интервью. Вот так вот было. Ну, это, считай, 15 лет назад было. То есть, конечно, никаких ап, ничего, но буквально прошло, я помню, год, полтора, и все перешло. Вот в онлайн все перешло, значит, по электронной посте. Вот через приложение тогда еще не было, мобильные сети так не были развиты, вот эти сети, мобильные апы. Ну, тогда, да, уже буквально с 2006-2007 года уже интернет полностью здесь был. Хотя Австралия и интернет – это что-то вообще отдельная тема, что скорость, что прочность. Это один из больших минусов Австралии. Это я заметила, да. Есть такое. Понятно. Слушай, с работой классно. Значит, хотела спросить, помешало ли тебе, что у тебя не было местного опыта работы, но, видимо, раз ты нашел работу за три недели. Ну, смотри, зависит от того, на кого ты подаешься. Конечно, если бы я подавался юристом, например, то мне этот процесс бы занял очень-очень-очень долго, потому что, ну, не секрет, есть многие позиции в Австралии, особенно топовые позиции, где, ну, без связей тяжело, на самом деле, устроиться. И ребята находят работу те, вот, с кем они учатся, значит, в университете, или с кем в школе еще учились, или с кем-то как-то пересекались. Вот именно вот через такие вот связи работ находятся. Не то, что так, как в России, Павла, а то там с откатом. Нет, в Австралии, конечно, здесь так не работают. Но такие вот обычные позиции, как бы технические какие-то позиции, рабочие позиции, они ищутся гораздо проще. А ты нашел работу, вот, ты, когда переехал, у тебя была та же специальность в России, и та же специальность осталась здесь? Или пришлось чуть-чуть как-то изменить квалификацию? Ну, надо сказать так, у меня в России, когда работа у меня была в порядке трех специальностей, я подавался по одной, но мог работать еще по другим двум, и универ еще к тому же закончил, но его, правда, нигде так особо не показывал, потому что совершенно другая была экономическая, экономическое поле. Вот, но подавался, первую работу я нашел именно по специальности, которую я подтверждал. И, на мой взгляд, это наиболее правильное решение, вот именно подаваться по той специальности, по которой приезжаете. Почему? Потому что можно где-то там на стройках, где-то там перехватывать, где-то в общественном питании, где-то в ресторанчиках или в кафешках, но таким образом вроде бы есть достаток, но свое, как бы, резюме, свой опыт работы, он портится. И потом, когда начинаешь устраивать свою специальность, я говорю, хорошо, вот приехал там два-три года назад, а кем работал? А по специальности ни дня не работал. Ну, естественно, такому человеку будет впоследствии очень тяжело устроиться. Так что вот первый период, может быть, он будет тяжелый, но лучше именно идти прям по своему направлению. Я скажу, может быть, для подписчиков просто, кто, может быть, не знает, что когда ты получаешь вот эту визу профессиональную, то, в принципе, ты получаешь ее на определенную профессию, но, в принципе, ты не обязан работать по этой профессии, да? То есть ты можешь, в принципе, приехать и заниматься чем-то другим, но тем самым ты себе, то есть как-то карьеру, наверное... У меня как раз так вот и получилось. Когда я приехал, я понял, что вот моя специальность, по которой я подавался, которая была очень востребована, по которой кучу баллов давали вообще, то есть я приехал, я понял, что она уже фактически не осталось никого, кто по такой квалификации работает. Все куда-то уехало в производство, куда-то в Индию, куда-то в Китай, и если бы я просто остался на этом рынке, я бы оказался неудел, или работал за какую-то маленькую совсем зарплату ничтожную. То есть я здесь фактически на месте пришлось уже переучиваться, вспоминать то, что я делал когда-то в России, подтверждать квалификацию как бы заново, вот, и впоследствии уже так потихоньку подрастал, и, собственно, теперь сфера моей деятельности очень сильно отличается от того, чем я занимался раньше. Да? А вот про переучиваться. Переучиваться ты имеешь в виду, вот, как бы, просто пришлось самому переучиваться, или ты оканчивал какие-то курсы, может быть, университет, колледж, что-то еще? Я здесь не учился в ТЭП, я учился на заочном факультете, но это у меня как бы был просто сертификат, то есть я учился год, это на самом деле мало повлияло, но очень сильно повлияло то, что, во-первых, у меня были другие квалификации в России, я просто собрал необходимые резюме, все их заверил, я проходил телефонное интервью, меня спрашивали, и вот на основании резюме и интервью мне присвоили другую квалификацию, я официально по ней работал. А что за специальность, если не секрет, и не знаешь, востребована ли она сейчас, вот есть ли она сейчас в этом occupation list? Возможно, она есть, это инструментальщик, но очень мало, я бы по ней даже не советовал, а вот тем, кто мне работал впоследствии, это либо наладчик оборудования, либо программист, либо оператор, скорее даже программист машин-станков ЧПУ, оно очень востребовано везде, если у кого-то есть такая возможность переехать в такой специальности, то фактически с трапа самолета можно найти уже работу, и работа очень хорошо оплачивается, работа очень интересная. Вот это, я думаю, очень будет интересно, потому что часто, мне кажется, вот мы, я сама, допустим, раньше заблуждаемся, окажется, что, например, там нужны только программисты, айтишники, ну, понятно, айтишники, они всегда везде востребованы, а может быть какая-то совсем, то есть, ну, я оставлю ссылку в описании к видео тоже на вот этот occupation list, где вот видны профессии, да, по каким профессиям можно какую визу получить, он всегда обновляется, но я сама его смотрела, он огромный на самом деле, там куча разных специальностей, и можно выбрать что-то, и то есть, я так понимаю, что не обязательно, чтобы у тебя университет был по этой специальности, главное, чтобы ты работал по этой специальности, да? Да, многие специальности, особенно вот такие вот технические специальности, они вообще могут подтвердаться просто на основании опыта работы, и даже в Австралии многие ребята заканчивают школу 10 классов, и потом идут через apprenticeship, и в течение там 4-6 лет они нарабатывают эту квалификацию, не обязательно где-то учиться в ТЭФе, или в колледже, или даже в институте, и долгого, как бы, срока работы достаточно для того, чтобы тебя признали специалистом. Однако, знаешь, вот что еще хотел заметить, дело в том, что вот в России специализации, в Австралии специализации немного разные, в России она более узконаправленная, допустим, если человек занимается, вот по станкам, вот тем-то, вот он только тем-то занимается, если он приезжает в Австралию, гораздо более широкий охват должен быть, вот, то есть надо быть одно, и другое, и третье, тогда есть хорошая вероятность, что и работа будет интересной, и хорошо оплачиваемой, и шансов устроиться будет гораздо больше. Тогда у меня следующий вопрос. Вообще, в принципе, в Австралии, когда ты устраиваешься на работу, важно ли, какие у тебя есть дипломы, какие у тебя есть бумажки, какие ты учебные заведения окончил, или все-таки на это смотрят меньше? Как вот тебе кажется, еще по сравнению, может быть, с Россией? Ты же в России тоже работал? С Россией, да, в России без бумажки, ты букашка. В Австралии в зависимости тоже от сферы деятельности, направления. Скажем, юриспруденция, образование, медицина, даже строительство, без определенных лицензий просто никто. Но есть очень много специальностей, которые просто приходишь на собеседование, умеешь? Умеешь. Ну, покажи, показал, ну, приходи работать. И на многие работы, где я устраивался, там требовался диплома, требовались сертификаты. Спрашивали, есть, есть, ну, ладно. Вот, и только на одном месте мне попросили принести их уже потом, когда я уже там отработал, буквально месяц, просто принеси, мы сканы сделаем, потому что, ну, типа так положено. А так вот, на мой взгляд, на мой взгляд, в Австралии больше ценятся именно сами навыки. Практически. Да, да. Потому что мне вот так показалось, просто я вот общалась с некоторыми людьми в Австралии, которые, например, не оканчивали университет, но при этом у них, допустим, может быть очень высокооплачиваемая хорошая работа. То есть мне вот показалось, что, в принципе, в Австралии, по сравнению вот с Россией даже, да, то есть нет такого большого значения, не придают именно вот то, что у тебя есть высшее образование. В принципе, у тебя может его не быть. Ну, слушай, в России даже вот таким подходом высшее образование очень сильно обесценивается, когда чуть ли не дворникам требуется наличие высшего образования. Ну, это чушь какая-то. В Австралии идут в университеты те, кому это действительно нужно. Потому что, чтобы пойти в университет, надо, во-первых, окончить вот этот 11-12 класс. Это очень тяжелая школа для австралийцев. По нашим понятиям ничего сложного нет. Но, учитывая, как они груши пинают предыдущие 10 лет, то последние два класса очень тяжелые. В университетах, в институтах идут те, кому это действительно нужно. А не то, что для корочки, а потом как бы пригодилось. Потому что образование дорогое. Даже местным ребятам приходится брать кредиты. Хоть они беспроцентны, но все равно эти деньги приходится возвращать. То есть приходится несколько раз подумать, стоит ли тебе вообще уйти. Многие элементарно начинают свое дело. Кто-то просто элементарно работает трейдисом на себя. Многие ребята, которые открывают какие-то компании, элементарный человек, который работает тем же водопроводчиком или сварщиком, у него зарплата может быть больше, чем у человека, который сидел где-то в университете 5 лет, и потом он в течение 5 лет будет нарабатывать какой-то стаж, и у него где-то зарплата потихоньку так приблизится к тому человеку, который работает уже с самого первого дня на себя. Хорошо, так, ну про работу мы закончили тогда. Тогда в целом позадаю немножко вопросы вообще про Австралию. 15 лет ты уже в Австралии. Простой самый первый вопрос. Тебе нравится жить в Австралии? Просто вот как будто вчера приехал. Обожаю. Да? Сколько мы путешествовали, сколько мы ездили по миру. На мой взгляд, такого места как Австралии вообще больше нигде в мире нет. С одной стороны, это и европейская культура, но с другой стороны, это какое-то азиатское гостеприимство, азиатское радушие. И в сочетании с климатом, с уникальной флорой, с пауной, с пляжами, с этим австралийским немного ленивым таким менталитетом, ну здорово. Славленный такой. Да, да, да. Мне тоже это очень нравится, кстати, очень классно. Вот не суетливые они какие-то такие, вот так спокойненько все чувствуешь. В этом, может быть, есть определенный минус, когда надо что-то делать по-быстрому, но в целом вот Австралия вот она такая. Ну давай тогда так сразу. Какие ты, вот наверняка в любом случае мы понимаем, что нет ничего в этом мире идеального. В любом случае везде есть свои тоже недостатки. Понятно, что, да, ты любишь Австралию, и ты, я так понимаю, у меня был еще вопрос, думаешь ли ты, что ты когда-то можешь еще куда-то переехать, но, видимо, нет. Never say never. Ну да, но в целом, как бы, ты очень доволен, я так понимаю, что таких каких-то мыслей нет. Но все-таки вот, если постараться подумать, какие вот можно выделить недостатки все-таки вот в жизни в Австралии. А, минусы Австралии. Сейчас тема зайдет прям... Да, и почему-то люди некоторые думают, когда говоришь о минусах, они думают, что если ты говоришь про минусы, значит, ты не любишь эту страну. Но это совершенно не так. То есть я могу любить Россию, могу любить Австралию, но везде есть все равно какие-то недостатки тоже. Но не без этого, правильно? Я тебе больше скажу. Вот как, когда говоришь о недостатках в Австралии, народ тут же начинает говорить, ой, ты разве это недостатки, нам бы эти ваши недостатки. Вот у нас, вот там недостатки. Но, конечно, да, как ты правильно заметил, идеального общества нигде не существует. В Австралии тоже есть свои минусы. Но, во-первых, это, я бы сказал, то, что в Австралии действительно делается все очень долго. Тоже устройство на работу, какие-то оформления документов. Действительно, это занимает там недели, месяцы. Очень долго. Интернет в Австралии очень дорогой, на мой взгляд, и очень медленный. Недвижимость в Австралии очень дорогая особенно. На мой взгляд, сильно переоценен в Сидней. Одна из причин, почему в Сидней уехали. Хотя в других городах, тот же, допустим, Брисбон, где стоимость недвижимости почти в половину меньше, а уровень дохода меньше всего лишь, меньше, чем на 10%. То есть, такого-то критета. Удаленность в своем роде тоже сказывается. Допустим, чтобы куда-то в Россию полететь, это и дороговато, и долго, это практически 20 часов в воздухе. А так больше минусов, не знаю, честно говоря, так не скажу. Если культуры кому-то не хватает всегда, по крайней мере, до коронавируса, можно было летать в Европу, в Германию, в Англию, во Францию, там напутешествоваться, и возвратиться обратно в Австралию жить. Вот, на мой взгляд, вот такие вот основные минусы. Тосикомые, там всякие крокодилы, или всякие пауки, акулы, это чушь даже не обсуждается, это здесь в Австралии совершенно нет. Так же, как и климат, некоторые говорят, жарко. Австралия, на самом деле, большая. Бывает и снег среди лета, в Тасмане выпадает, а бывает и как в парнике в Дарвине жить. То есть, каждый выбирает по своему усмотрению. Климат разный, да, я согласна. Но, знаешь, что интересно, то, что ты сейчас перечислил, это практически то, что у меня было в видео «Минусы Австралии». В принципе, примерно практически то же. Это старт. Единственное, да, ну, про архитектуру, да, там вот про такие вещи я не говорила, потому что, ну да, если сравнить там с Италией, например, да, там с Римом, у которого там тысячами исчисляется история, конечно, Австралия помоложе страна, но, тем не менее, в Австралии, если поехать, есть разные города, ну, и большие города, да, и небольшие города, где тоже есть разные двухсотлетние постройки, интересные, красивые, архитектура тоже очень интересная, поэтому, да, мне кажется. Например, Мельбурн, очень красивый город. Когда приезжаешь, такое ощущение, где-то в Европе оказалось. Но что касается истории, совершенно правильно заметил. Когда мы только приехали в Австралию, значит, я помню, был какой-то музей, какая-то выставка. Ну, поехали, посмотрим музей. И мы приезжаем, и там какая-то ржавая телега стоит, что-то там, во-первых, поселится, там буквально 200 лет. И что это такое за музей-то? Мы как по-европейски ожидали музей, культуру, историю. Ну, что, Австралия всего лишь 200 лет. Ну, да, конечно. Это такое, даже с Россией, как бы в России даже, там можно приехать в какой-нибудь город Суздаль, где тысячелетние стоят. У нас дом в деревне, он старее, чем первый дом Австралии. Да, это смешно. Слушай, ну, тогда, я думаю, мы можем плавно перейти как раз к тому вопросу, почему Брисбен, один момент ты ответил, то, что там дешевле недвижимость, при этом доходы не настолько ниже, как дешевле недвижимость, пропорционально получается в какой-то степени выгоднее жить в Брисбене, да. Я ни разу не была в Брисбене, поэтому вот расскажи мне тоже, пожалуйста, в том числе. Вот я очень хотела бы появить, но сейчас вот уже последние полгода просто нельзя, вы не пускаете нас, потому что в Квинзленде с ковидом совсем все отлично, там вообще нет никаких случаев, вот, и они не хотят никого пускать, чтобы им не привезли новых случаев заражения коронавирусом. Вот расскажи мне, пожалуйста, вот Брисбен, город, он вообще какой, насколько он большой, насколько он крупный, и насколько он далеко находится от океана, как легко оттуда доехать, например, на пляж, как вот в Сидне, здесь в пределах города, да, есть пляжи. Вот что касается Брисбена, как долго? Сейчас ставлю такую большую, знаешь, ложку дегтя в маленькую бочку меда насчет пляжей. Смотри, когда мы жили в Сидне, а в Сидне мы прожили почти 12 лет, для того, чтобы доехать нам на пляж, а жили мы, ну, фактически, если брать Сидне, в центре Сидне, это между Параматой и Блэктауном, нас примерно занимало так минут 45, чтобы доехать до нашего любимого пляжа Дивай, на машине. Дивай – это далекий пляж, так скажем. Ближе напрямую это был Бандай, но Бандай там тоже через Сидне надо пробираться. В общем, ну, 40 минут – это самый минимум ехать. Смотри, вот мы здесь живем сейчас в Брисбене, за 40 минут отъезжают до Голдкоста. Да? Да. Окей, классно. В Брисбене, как таковых, пляжей нет. В Брисбене есть залив большой, он песок, там фактически только как бы искусственные маленькие пляжи, они фактически для детей больше так поплескаться. То есть в основном там не купаются, это бухта очень мелкая, вот, а как таковые океанские пляжи, начинается это либо Саншайнкос, либо Голдкост. Что ты там еще про Брисбен спрашивала? Вообще, насколько это крупный город, какое там вообще население? Значит, город гораздо меньше, чем Сидны, и, на мой взгляд, он более как-то, более уютный, что ли. Вот если взять Сиднея, вот это вот Джордж Стрит, она вот вытянутая, длинная, как сосиска, да, получает. Но если взять Сидней, самые красивые тут Opera House и Darling Hub. Пусть фактически в Сиднея такого ничего особо бы нет. Ну, вот это Анзак Бридж, может быть, в некотором роде красивый. Ну, местечко Рокс красивое, на мой взгляд. Ну, окей. Брисбен, он более какой-то, знаешь, вот идешь в Сити, там вроде бы Сити меньше, но какой-то, знаешь, домашний ощущается, что вот здесь живут люди, что это не как Сидней, где сплошные офисы, где народ бегает, суетится, а вечером в Сидней придешь, там народ, собственно, и нету. Ну, там, может быть, студенты какие-то раньше ходили. Брисбен, он все-таки видно, что здесь люди живут, он более какой-то уютный, домашний. Да, он, конечно, меньше, самой Сити меньше, но, на мой взгляд, он как-то даже лучше спланирован, чем Сидней. Сити, на мой взгляд, оно меньше, наверное, так, раза в три, чем в Сидней. Ну, и людей меньше, соответственно. То есть, если вот сравнить как бы по плотности населения, то Сидней, он более населенный, как ты считаешь, чем Брисбен? Смотри, в Сидней, насколько я знаю, сейчас население чуть больше, чем 5 миллионов. Да. В Брисбене недавно перевалило 2 миллиона. Но тоже за счет чего? Сидней, в принципе, площадь гораздо больше, чем Брисбен. Да. Брисбен стал вот в таком виде, буквально нам, насколько я помню, года три или четыре назад, когда близлежащие такие города от Логан, они как бы соединились, стал такой большой Брисбен. Для этого он был еще гораздо меньше. Если посмотреть по карте, да, Сидней будет, наверное, раза в три больше. Тем более, сейчас Сидней хочет еще дальше развиваться, уже до Госфорда, чуть ли не до Волангонга, то есть, я вообще не представляю, что это такая большая история. Это будет вообще самым большим городом в мире. Но Брисбен, конечно, меньше, но я бы не сказал, что это как-то очень сильно влияет. На мой взгляд, это даже лучше. Транспорт здесь гораздо лучше, на мой взгляд, чем в Сидней. Есть в Сидней в основном электрички, здесь автобусы, и автобусные сообщения гораздо-то довольно-таки хорошо. Хотя, конечно, без машин никуда. То есть, он, да, такой более уютный, но, на мой взгляд, гораздо лучше. Единственное отличие, на мой взгляд, очень сильное отличие, особенно после жизни в Сидней, это отношение само в обществе. На мой взгляд, гораздо лучше все-таки приезжать, скажем, обустраиваться в Сидней, потом переезжать в Брисбен. В Брисбене народ, он более такие как бы австралийцы, не сказать, что они более как бы националисты или более расисты, но здесь чувствуется как бы больше такая вот австралийская культура. И к свежим понаехам они как-то, ну, не очень. То есть, вообще, куис-ландусы не очень любят, когда к ним начинают наезжать. Вот они здесь хорошо живут, а к ним здесь начинает приезжать народ, недвижимость растет, пробки на дорогах, им это совершенно не нравится. То есть, вот это чувствуется отношение. Также на работе чувствуется, если Сидней больше такой мультинациональный и коллектив там более такой, часть там европейской культуры, часть азиатской, здесь больше такой австралийской, что-то сказали, если ты что-то не понял, это твои проблемы, что ты не понял. То есть, никто тебе там что-то доказывать, объяснять не будет. С одной стороны, может быть, это хорошо, с другой стороны, плохо, ну, каждый по разу. В общем, мне кажется, в Брисбен надо переезжать уже как бы с небольшим таким опытом жить в Австралии. Да, make sense, как говорится. Действительно, Сидней, мне кажется, вот я не знаю статистику, но мне кажется, что здесь, наверное, половина людей не родились в Австралии, которые живут в Сиднеи. То есть, в основном, здесь практически ты везде встречаешь людей из разных стран, здесь такое очень разнообразное население, а Брисбен, он все-таки более такой австралийский. Австралийский. Ну, это самый быстро растущий город в Австралии, самый молодой город, вот сколько здесь строится домов, архитектура здесь совершенно другая, то есть, если в Сиднеи там несколько башен построили, здесь эти башни строятся, сдаются каждый год. То есть, город буквально молодец, сеть идет, ни хрена себе, опять что-то новое построили. То есть, и планировка, и сама вот культура, и город сам гораздо более как-то современный, чем в Сиднеи. Угу. Расскажи, пожалуйста, про климат Брисбена. Брисбен немножко находится севернее Сиднея, то есть, соответственно, там должно быть теплее. Вот давай просто сравним, как вот зимой, самое холодное, что может быть зимой. В Сиднеи самое холодное было, наверное, градусов 14-15 днем, ночью градусов 9, наверное. Ну, зимой. Тебе еще повезло, ты еще холодной зимы, значит, не застала. Это вот была моя первая зима в Австралии, и мне все говорят, что мне повезло, потому что она была теплая в этом году. Потому что для меня ее вообще не было, здесь не было зимы, это, в принципе, было такое московское лето, знаешь, нормальное такое. В некотором роде, да, у вас, наверное, дом хороший, но когда ты живешь в более старом доме, знаешь, когда просыпаешься, на кухне тебе термометр показывает плюс 6 дома. Вот это да. Ну да, нет, у нас не было так холодно, ну плюс, говорят, год такой был довольно теплый. Ну вот давай эту тогда зиму сравним, чтобы было по-честному, да, вот в этом году в Брисбене насколько было самое максимально холодное зимой? Ну смотри, я могу сказать про свое место, где мы живем, но это мало кому что поможет. Надо, во-первых, смотреть, кто где живет. Чем ближе ты живешь к побережью, в том числе и в Сиднее, тем более у тебя, как бы, нет такой жары летом, днем, и зимние ночи тоже такие более, как бы, более мягкие, более умеренные. Но стоит выехать, где вот Парамат, или Блэктаун, или в сторону Виндера, туда, в сторону Пенрид, там перепады, температуры просто сумасшедшие. Если в Сити температура, скажем, в Сиднее днем может быть там 32, в Пенриде может быть 40. Да, чем дальше от воды, тем... Мы в Лайкард живем. Если ночная температура в Сиднее, там говорят, скажем, 14 градусов, в Пенриде может быть и заморозки. Да. То же самое и в Брисбене. Многие считают, а, но если Брисбен там 800 километров как бы севернее, здесь гораздо теплее, нет. Здесь климат другой, здесь более влажно. И даже как бы вглубь здесь нет такой сиднейской жары. Здесь жара, как бы самый жаркий день, он не настолько, как бы солнце здесь не так сильно печет, как в Сиднее. Но влажность, влажность здесь выше. Поэтому летом вот жаркий день прям кажется иногда тяжеловато дышать, особенно если как бы далеко от побережья. Там, где мы живем, недалеко от центра. Здесь очень хорошо переживается. Мы за два года один раз только включили кондиционер, не кондиционер, извини, это обогреватель зимой, чтобы согреться. А так мы в основном спим с обстретными окнами. То есть температура у нас редко опускается, там, не знаю, меньше, чем 18 градусов или 16 градусов. Ночью? Да, да. То есть у нас окна всегда на распашку. Так же и днем. У нас, ну, не очень часто мы включаем кондиционеры. Может быть, там, неделя-две, когда вот самая такая жара идет. Опять, это зависит от того места, где он живет. Мы живем в квартире, здесь очень толстые бетонные стены, поэтому днем они очень долго разогреваются, а вечером они очень долго остывают. То есть температура как бы выравнивается. Но те люди, которые живут в доме, вот когда вот, знаешь, я вот приехал в Брисбон и жил буквально вот первые три недели, пока мы не купили квартиру, жил через AirBnB вот в таком Клиффиндере. Такой, ну, Клиффиндер, это, знаешь, это как такой большой деревянный шкаф на ножках. То есть летом там такая жарища днем, просто вот в 7 часов уже жарко, в 7 утра уже жарко, уже солнце пает, потому что часы не переводят. А ночью, вечером, вот, я подозреваю, что зимой там реально дождут, потому что мы ходили в гости, значит, зимой, и вот когда у тебя в полу щели вот такой деревянный дом, ну, реально очень холодно, несмотря на то, что живет в Брисбон. Так что все зависит от того, где вы живете, какой тип жилища и насколько далеко от океана. Понятно. Слушай, ну, мне кажется, вообще очень интересно насчет городов, самый крупный город это Сидней, ну, Мельбурн почти такой же, как Сидней. Не-не-не, Мельбурн поменьше. Если Сидней, это 5 миллионов, Мельбурн, Мельбурн, что-то, наверное, сейчас около 3 или 4, а потом Брисбон 2 миллиона. И Брисбон, да. Но я, знаешь, хотела что сказать, что получается, есть и вот эти 3 города, каждый может выбрать климат, который ему больше нравится. Если ты любишь холода, пожалуйста, езжай в Мельбурн. Если ты любишь побольше, потеплее, пожалуйста, Брисбон. Сидней так получается где-то посерединке. Слушай, я бы немного возразил. Я бы сказал, не холод. Если ты любишь перепады температуры, то тогда в Мельбурн. Потому что в Мельбурне бывает, мы один раз приехали, утром было плюс 9, днем было что-то около 30, а вечером был сильнейший ветер и всего лишь плюс 15. У нас буквально сдувало. Там все зависит от ветра, откуда что дует. Может дуть с Антарктики, будет очень холодно, может дуть с пустыни, с Аделаида будет очень сухо и жарко. Там этот климат меняется просто моментально. Единственное, что мне в Мельбурне понравилось, это не то, что архитектура, а скорее как культура. Это самый настоящий такой европейский город. Если бы там был такой климат, как в Брисбоне, я бы жил в Мельбурне. Да, согласна. Мне тоже очень понравилось. Но мы там были на прошлый Новый год, и знаешь, Новый год, это в общем-то середина лета, и вот там вот иногда тоже было прям холодно, что приходилось надевать что-то сверху, поэтому я как-то крест поставила на Мельбурне для себя, потому что я очень люблю тепло, и поэтому, да. Сегодня у вас какая температура? Сегодня так, хороший вопрос, сейчас я проверю. Где-то, наверное, 22. 22? У нас за 30 зашкаливает сегодня. У вас уже прям жара-жара. Не, ну я же... Жара-жара, за 30. Зимой-то, господи, 18 ночью, это что, а днем 22? Да, ты знаешь, это одна из причин, почему мы приехали в Брисбон, потому что я помню, я смотрел всегда эту погоду, всегда там холодно вот зимой, а смотришь Брисбон, 22, 24, ну живут же люди, я в конце концов. Ну ты правильно, конечно, говоришь насчет того, что как далеко ты от воды, потому что буквально, вот мы живем Лайгард район, он находится, ну практически недалеко от центра. Отъезжаешь, например, Блумаунтанс, да, это же тоже, в принципе, что тут часто. Далеко, это уже там совсем другой климат. Там совсем другой климат, там может до нуля доходить ночью, например, зимой. А если заедешь на Блумаунтанс, там и снег еще может быть зимой. Вот у вас недавно снег там был, месяц назад. Интересно, раз вы не слышала. Ну, понятно, ну да, в общем, согласна, что потеплее, ближе, ну лучше такой, более умеренный, мягкий климат, он ближе к воде. Не бывает таких сильных холодов и теплоты, а чуть подальше получается по-другому. Но в Бризвоне летом, ты немножко упомянул, бывает душно, да, бывает вот... Да, да. Январь, февраль бывает обычно пару недель, когда очень жарко на улицах, никого, но опять зависит, где ты работаешь, как ты работаешь. В основном все работают где-то в помещениях, кондиционер, машине, кондиционер, в общественном транспорте, кондиционер, но зато в эти жаркие дни, когда вечером ты выходишь после заката погулять, это как, знаешь, как на Черноморском побережье где-то в Крыму. Настолько классно, ты идешь вдоль речки гуляешь, когда вот эта жара спадает, очень здорово. Но такие вот бывают экстремально, буквально недели или две. Ага. А идут дожди в это время, или это... Ну, знаешь, по-разному, по-разному. Вот последние буквально полтора года все-таки они засушливые, до этого дождей было гораздо больше. Но температура, влажность, на самом деле, не очень сильно от дождей зависит. Ну, конечно, когда вот идет дождик, или после дождя вот сразу асфальт, бетон вот это все парит, оно чистится. А в среднем климат не настолько вот жара, она вот зависит от дождей. Ну, не сезон дождей. То есть, да, я, знаешь, подумала про Бали там где-то, то есть вы как бы ближе туда, но, конечно, не так, как Бали все равно. Это не то, что... Нет, 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 нет. Бали, не дай бог, не Сингапур, очень хорошо. На мой взгляд, здесь климат, блин, более как бы ровный, нежели чем... Здесь все-таки большие перепады. Ну, да. Летом здесь как-то более умеренно, более, не знаю, превысен, что ли. Но при этом все равно какой-то перепад есть. Не 30 весь год, как на Бали, например. Все равно зимой чуть-чуть... Да, зимой, но раз и даже днем в толстовки ходишь, не часто такое бывает, но бывает, особенно если вот буквально, не знаю, три недели назад такой сильный ветер был холодный, прям как-то было реально зябко. Это тоже не часто. Понятно. Хорошо, я думаю, очень интересно. У нас получился разговор, но самый главный вопрос, который ты немножечко его коснулся, но я его все-таки задам, потому что те люди, большинство людей, когда они слышат об Австралии, первые вопросы а там есть змеи, а там есть пауки, вот вся вот живность. Я, как слышала, вот скажу тебе свое сначала мнение, в Сиднее их нет, скажу честно. То есть есть какие-то пауки иногда, но в принципе Сиднее, он как бы здесь вот, ну, змеи точно, во всяком случае, я не видела. А мне кажется, что Куинзленд, он чуть более предрасположен к этому всему. Вот скажи, как вот ты, как человек, который жил в Сиднее, жил в Брисбене, и сейчас живешь в Брисбене, вообще в принципе, ну, я так подозреваю, в Брисбене, наверное, в самом городе так же, как и в Сиднее. А вот вообще, вот если на Голд Кост, например, поехать, повышаются шансы кого-то вот встретить такого? Ну, смотри, скажем так, самый ядовитый паук в Австралии живет в Сиднее. А, да? Сиднее, фанел, веб. Но последняя смерть от этого паука была зарегистрирована в 1978 году, если не ошибаюсь, потому что в начале 80-х сделали вакцину. Кстати, мы специально ходили, смотрели, как из этих пауков выкачивают яд, как они их специально дразят. Этот яд собирает, как раз этого яда делают вакцину, очень интересно. Фактически во всех зоопарках такие есть представления. Вот. Больше ни одной смерти от паука нет. Есть еще Редбеки, наверное, слышал такой аналог Черной вдовы. Эти пауки в Австралии везде есть, но они очень пугливые и, в принципе, у меня есть знакомые, которых кусали эти пауки, но укус не смертельный. Болезненный зараза, но не смертельный. Опасный укус будет для детей или людей, которые вообще иммунитет оставленный или животных иногда не кусают, тоже могут быть проблемы. Что касается змей. Змей я видел и здесь, и видел и Редбелли, и видел Браунснек. Браунснек однажды по мне вообще, я босиком стоял рыбу ловил, переползла. В этом ничего страшного нет. Это было недалеко от Сиднея на рыбалку ездил. Это в Сиднея как раз было. Здесь тоже видел Браунснек, питоны. Вот у нас здесь дом строят неподалеку. Рабочие вытастили семиметрового питона в спячке, вы представляете? Семь метров питон в голове не умещался. Но давай ближе к делу. В общем, что касается всех этих фобий, все это чепухает. Все надумано для какого-то, не знаю, ажиотажа. Вот в Австралии вы только сойдете с трапа самолета, вас укусят, съедят там крокодил или еще чего. Это полный чур. В России гораздо больше было проблем от антифалитных клещей, от кабанов и от медведей, нежели чем в Австралии повстречаешься с кенгуру, она от тебя убежит, куалу я вообще ни разу в дикой природе не видел, сколько я пытаюсь заметить, не видел. Змеи, они все расползаются, пауки все разбегаются, потому что человек не является пищей для этих насекомых и для этих смыкающихся. Ну, я не знаю, это все надуманные страхи. Крокодилы могут быть реальной проблемой, но если жить, скажем, я-то так, наверное, четыреста от Бризбана вот в сторону севера, вот Рокхэмптон, Кенц и вот туда выше, а с другой стороны это Брум. Вот именно вот с этих широт начинается крокодил, ну, там элементарно просто не надо лезть в воду, особенно после заката, вот тогда реально на себе может какие-то проблемы, а так, ну, да, в принципе, крокодилы иногда встречаются чуть-чуть не на 500 километров от побережья, в океане, вот на такие расстояния они заплывают. Так что, как таковых, гадов нет. Единственное, вот я в прошлом году вот чё она там делала, как она туда забралась, я понятия не имею, но вот в Куинсланде вот с этими жабами вот проблемы, ходят здесь, периодически собирают, они бывают опасны, они бывают опасны в определенное время года, у них когда вот, значит, железы вырабатывают этот ядовитый секрет, вот, человек не умрет, но если собака, допустим, эта жаба сожжет, она потом, у них вот эти вот ядовитые, тростниковые жабы, а так больше никаких проблем не встречалось. Аколы есть, но все пляжи, Голд Кост, Саншайн Кост, собственно, как и основные пляжи Сидне, они все огорожены сетками, акулы не заплывают. Вот, крокодилов нету, медузы, да, медузы бывают, но это в определенное время года, но это опять на широтах, Керса, Дарвина, это вот так. А на Колд Косте нету медуз? По-моему, там есть какие-то пляжи, на которых нельзя купаться, нет? Нет, нет, медузы, вот эти вот, болт с джели фиш, вот эти ядовитые, самые опасные медузы, они только в очень теплых водах водятся вот как раз на широте Керса. А на Голд Косте, скажи, там везде можно купаться, на всех пляжах? Здесь, вообще, такое понятие, как Голд Кост, нет, его называют просто Голд Костом. Есть Surface Paradise, есть Broad Beach, есть Burley Heights, то есть, это как бы несколько маленьких городков, которые, в конце концов, соединились в одно большое побережье, и вот оно растягивает там почти на 50 километров. Вот это все называют Голд Костом. А так, вся вот эта вот часть, она вся горожная сетка, то есть, когда стоишь на побережье, видишь, на расстоянии, так, наверное, может быть, метров 400-500, такие буйки желтые плавают, там как раз все эти. Здорово. Я тоже очень хочу поехать в Голд Кост, все жду, не дождусь, когда уже закончатся все эти ковидные дела, и тоже смогу... В принципе, можно доехать уже почти до Голд Кост, это Твитхед, это как бы начало самого Голд Коста, но он находится на территории Нового Южного Уэлта. Ну, понимаете, а то Голд Кост уже и есть. Да, ехать-то долго, и не хочется ехать так, чтобы не доехать до самого главного Голд Коста, поэтому подожду еще немножко. Вот, спасибо, Вадим, было очень интересно, мне в том числе, надеюсь, уверенно, подписчикам тоже будет очень интересно. Спасибо тебе за этот разговор. Вот, я оставлю в комментариях ссылку на твой канал, так что, кому интересно, переходите, смотрите, у Вадима тоже есть очень много видео разных, и если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.